привет амина сейчас я постараюсь решить твою проблему с фоном под заголовком и покажу как именно настраивать макеты страницы записи итак поехали смотри я сейчас покажу сначала как решить проблему с фоном до которая у тебя там появилась и если вдруг у меня не получится то ты сделай следующее ты запиши да как на видео это да либо на телефон на видео с ними на экран и пришли мне на почту потому что мне изначально сложно понять что у тебя там не получилось вот но если получится решить эту проблему значит все отлично и так как это делается нажимаешь сюда настроить настроить сейчас у нас настроили далее опускаешься ниже и вы здесь есть такая надпись ниже свойства сайта цвета нажимаешь на надпись цвета и вы здесь есть такая надпись цвет фона нажимаешь выбрать если у тебя здесь какой-то стоит неправильный фонда неправильный фон стоит здесь да то тогда нажимаешь у здесь кнопочку по умолчанию нажми несколько раз по умолчанию эту кнопочку и потом сохранить сохранили да теперь возвращаемся назад далее теперь что еще вернемся назад и обновим нашу страничку то есть возьми и здесь нажми обновить страничку но если ты пользуешься яндексом в любом случае просто нажми обновить страничку чтоб сайт перезагрузился если проблема не исчезла то попробуем сделать еще следующее возьмем и очистим кэш твоего браузера кэш это то это в общем браузер когда запоминает свою страницу в каком виде она находится для того чтобы быстрее загружать эту страницу он показывает копию предыдущей и это мы можем очистить то есть нажимаешь сюда если ты пользуешься гуглом браузером chrome точнее нажимаешь история потом сюда далее нажимаешь вот здесь вот кнопочку очистить историю выбираешь вот здесь первые четыре галочки ставишь потом выбираю здесь за последние четыре недели и нажимаешь очистить итак если ты пользуешься вдруг яндекс браузером то то же самое нажимаешь настройки дальше нажимаешь история история и нажимаешь мы здесь вот кнопочку очистить историю далее ставишь 4 эти галочки выбираешь за последние четыре недели и нажимаешь очистить историю вот это тоже может помочь после очистки истории возьми и опять обновить страницу если проблема не исчезнет то может быть это в другом да может быть это в неправильных размерах картинки заголовка или ну просто мне сложно понять и что что у тебя там да я говорю догадки возможно ты ставила картинку неправильного размера да и поэтому картинка допустим короткой и показывает неправильно что тогда фон какой-то сторонний вот или если ты используешь слайдер вставила в заголовок да возможно тоже размеры неправильный но это мои догадки в общем если мне у меня получилось сейчас решить проблему с фоном под заголовком то все отлично отпишись мне пожалуйста получилось или нет с заголовком решить вот если нет то тогда сними на видео и на телефон или еще как-нибудь скинь мне это на почту какое-нибудь коротенькое видео что у тебя там происходит на сайте и так на сейчас я объясню как пользоваться страницами точнее настраивать макеты страниц и записей которые у тебя были в одиннадцатом уроке ты там немножко не поняла на самом деле да там еще есть часть моей вины дело в том что мне надо было больше демонстрировать и показывать тогда бы было бы все понятнее потому что там есть еще приоритеты то есть там есть приоритеты которые идут в общем ладно давай я буду показывать чтобы не просто говорить смотри нажимаем настроить сейчас она загрузится нажимаем настроить так и теперь мы делаем следующее опускаем сюда нажимаем дизайн и вот тут у нас идут макеты до раз два три 4 4 макета и они имеют приоритеты свои ну первое ты наверно разобралась да тут просто выбирается макет сайта именно в каком виде он будет туда ну вот колонка идти узкие широкий в полную ширину то есть тут ты разобралась выбираешь сохраняешь обновляю страницу новой вкладке и смотришь ну давай для примера тоже на всякий случай покажу вот мяча стоит такой на макет я выберу такой нажму сохранить сейчас у меня стоит сайт выглядит так я его сейчас обновлю и он не будет выглядеть по другому то есть он раз поменялся да вот так так это тут все понятно тут я думаю тебя проблем не должно было возникнуть и скорее всего у тебя проблема возникла в следующем наверно возникла проблема здесь здесь и здесь теперь смотри буду говорить и потом сразу показывать смотри вот идет макет по умолчанию что означает макет по умолчанию смотри это макет по умолчанию для всего твоего сайта да то есть когда ты например создаешь какую-то давай обновлю здесь какую-то запись до какую-то запись или какую-то страницу, то по умолчанию она будет отображаться определенным образом, да, это первый приоритет, первый самый такой приоритет, да, то есть, когда мы создаем страницу, не задаем свои приоритеты, да, как ее отобразить, то она будет отображаться определенным образом, да, вот и как она будет отображаться, то есть, с правым сайтбаром, с левым сайтбаром, либо без сайтбаров в полную ширину, Ну, страница будет в полную ширину сайта. Либо без сайт-бара страница будет колонкой. Давай поменяем каждый из них. Нажимаем сюда. Нажали. Теперь сейчас у нас обновится. Нажмем «Сохранить». Далее нажимаем «Обновить». И, скорее всего, наша страничка сейчас не обновится. И я понимаю, почему это произошло. И ты думаешь, что это ошибка. На самом деле ошибки нет. Просто стоят приоритеты. Смотри. У нас идут еще дальше приоритеты какие. Вот, сделаем назад. Одну секундочку. Сейчас на телефон отвечу. Кто-то позвонит. Юля, свечи. Так, отвлекли меня немножко. Продолжаю записывать. Смотри. Вот это был макет по умолчанию. Я показал. Мы зашли сюда, обновили. Но у нас ничего не поменялось. И это произошло, потому что есть еще другие приоритеты. То есть, есть приоритеты – шаблон по умолчанию для страниц. То есть, когда ты будешь создавать страницы, именно страницы, и задавать свой приоритет, то тогда она будет отображаться по твоему приоритету. Как это происходит? Смотри. Я нажму «Добавить» и «Добавить страницу». Я показываю это для примера. Для примера. Ну, как-нибудь я назову здесь сейчас. Вот так. Пускай. И нажму, ставлю сюда какой-нибудь текст. Смотри. Вот, ставил текст. Смотри. Вот. Тут я задаю, как будет отображаться эта страница. То есть, да. Например, я хочу эту страницу отобразить в полную ширину сайта и без сайтбаров. Вот так. Ставлю точку сюда. Вот. И нажимаю «Опубликовать». Опубликовал. Теперь нажму «Посмотреть изменения», чтобы посмотреть, как она отображается. Сейчас я создал страницу, поставил для нее свой приоритет. Вот этот. И она сейчас будет отображаться в полную ширину сайта. Вот так, да. Смотри. В полную ширину сайта отображается вся страничка. Вот. Потому что я здесь задал приоритет. Ниже. Вот. Далее. Если я здесь приоритет не задам. И оставлю точечку вот здесь. Default, да. Default, ну, вот это вот оставлю, как было, да. Оставлю. И нажму «Обновить». Далее сейчас. И опять нажму «Просмотреть изменения». То страница эта отобразится вот так. Почему она так отобразилась? Потому что, если мы сами не выбираем вручную приоритет для страницы, она будет отображаться, как мы выбрали приоритет по умолчанию. То есть, вот здесь. Вот шаблон для страниц по умолчанию. У меня был выбран приоритет вот этот с правым сайтбаром. Если бы у меня шаблон страниц по умолчанию был бы приоритет выбран с левым сайтбаром, она бы отобразилась слева. То есть, давай это проверим. Вот я выбираю слева. Вот. И нажимаю «Сохранить». Да. Вот. Нажимаю «Сохранить». Теперь вернусь сюда. И нажму «Обновить». То есть, на этой страничке приоритет сейчас не задан. Раньше был по умолчанию стоял приоритет с правым сайтбаром. Теперь по умолчанию мы поставили приоритет с левым сайтбаром. Нажмем «Обновить». Видишь как? Теперь она вот так отображается. Слева сайтбар, а справа контент. Допустим, если я не хочу эту страницу так отображать, я тогда задаю свой приоритет. Нажимаю вот здесь и задаю, допустим, свой приоритет. Я хочу отобразить, например, ее без сайтбаров и чтобы контент шел весь колоночкой посередине. Нажимаю «Обновить». Опять звонит. Одну секундочку. Опять отвлекли меня. Ладно, продолжаем. Так, на чем я остановился уже? А, ну вот, смотри. Вот я выбрал приоритет, чтобы контент был колонкой посередине сайта. Нажимаю «Обновить». И нажму «Просмотреть изменения». Сейчас загрузится. «Просмотреть». То есть теперь, видишь, страница отображается именно вот так, да, страничка. Почему он отображается так? Хотя у нас здесь стоит приоритет с левым сайтбаром. Потому что, когда мы сами выбираем приоритет для своей страницы или записи, этот приоритет всегда, этот будет выше. То есть, когда мы вот тут выбираем приоритет, как отобразить эту страничку, она будет отобразиться так, как мы выбрали. А если мы не выбрали, как отображаться будет страничка, а оставили вы здесь точечку, то тогда эта страничка будет отображаться, как мы выбрали вы здесь по умолчанию. То есть, когда мы не выбираем, как будет отображаться страничка вручную, то она будет вот здесь отображаться, как по умолчанию. Поэтому есть несколько вариантов, как отображать по умолчанию страницы и как отображать по умолчанию одиночные посты, то есть записи. То есть здесь тоже выбирается, как отображать одиночные посты, записи таким же образом. То есть, давай мы сейчас эту страничку я сейчас удалю и покажу то же самое на записях. Удалить. Но на записях я покажу кратко. То есть, смотри, раньше мы нажимали добавить и нажимали страничку, а сейчас мы то же самое делаем с записями. Нажимаем добавить и нажимаем добавить запись. То есть система та же. То есть если ты добавляешь запись, запись это как обычно, это как блог, как пост, да? Это как в блоге, да? Страничка это статичная, а записи они как бы одна за одной идут. Вот. Если ты записи, вот здесь оставишь такую точечку, ну как она есть, да? Как есть. А по умолчанию поставишь, чтобы все записи отображались, например, всю ширину страницы и сохранишь. То есть все записи у тебя будут отображаться всю ширину страницы. Вот. Потому что вот это у нас не выбрано, да? То есть не все, как бы... Давай еще раз ставлю текст. Вот я не выбрал. По умолчанию выбрал отображать во всю ширину. И теперь нажимаю опубликовать. Вот. Это так же, как и в страницах. Только тут уже записи, да? Все то же самое. И нажимаем просмотреть изменения. То есть, видишь, эта запись, она у нас отображается как страница, да? Ну, просто вот во всю ширину сайта. Потому что мы по умолчанию выбрали отображать все записи во всю ширину сайта. То есть вот так мы и выбрали, да? Вот. И даже смотри, вот у меня же есть блок, да? Я нажму блок. Как его? Вот видишь, как эта запись отображается неправильно. То есть... Ну... То есть отображаться будет, если ты его здесь не выбираешь. Отображается так, как ты заранее выбрала по умолчанию. Поэтому смотри. Для чего это нужно, да? Это нужно для того, чтобы... Мы выбирали, как в основном мы хотим, чтобы отображались наши записи. И как мы хотим, чтобы отображались наши страницы. Я выбираю следующее. Чтобы записи мои всегда отображались с правым сайдбаром. Вот. Тебе рекомендую сделать то же самое. Либо выбрать, чтобы записи отображались с левым сайдбаром, либо с правым. Я вот выбираю, чтобы с правым. Мои записи отображались вот так. Нажимаю сохранить. Возвращаюсь назад. Вот, то есть, одиночные посты и записи мои будут отображаться всегда справа, когда я вот здесь не буду задавать приоритет. То есть, вот я здесь приоритет не задаю, значит, все мои записи, да, будут идти следующим образом. Справа будет сайдбар, а слева это, ну, у меня сейчас неправильно показывает, потому что я вот здесь поменял. Вот, давай поставим вот так, сохранить. То есть, вот, да, вот как эти записи отображаются. Итак, теперь давай дальше пойдем, смотри. Почему существуют эти три колоночки, да, потому что, смотри, мы задаем по умолчанию, как мы хотим, да. Вот, вот это вот макет по умолчанию, это в основном для главной страницы, да, поста, страницы, то есть, это, в принципе, тоже вариант. Отображение. Просто тут выбирается по умолчанию, как ты хочешь отображать в общем, в общем для всего сайта, да. Далее ты выбираешь, как ты хочешь отображать по умолчанию странички, да. Вот, я, допустим, так же выбираю. Вот. Или, допустим, странички во всю ширину. Допустим, когда я создаю страницы, я, например, хочу, чтобы они были во всю ширину. И вот, и каждую созданную страницу, да, когда я буду нажимать добавить, добавить страницу, и не буду выбирать вот здесь приоритет, она у меня будет идти во всю ширину. Вот такая система. Вот, выбираешь, да, как ты хочешь, чтобы любая созданная новая страница была, как она отображалась, да, если ты сама не задашь приоритет. Если ты приоритет не задаешь вот здесь, то она будет отображаться так. Вот, а вот здесь, вот первое, самое первое, макет по умолчанию, это именно как-то вот в целом для всего сайта, да. Вот я выбираю справа. Ну, в общем, смотри, для того, чтобы тебе понять, ну, разобраться со всем, тебе надо немножко поэкспериментировать, и все. Вот. Ну, самое главное, понимать следующее, что тут мы задаем, как мы хотим, чтобы по умолчанию отображался наш сайт. Да, да, контент общий. Тут мы выбираем, как мы хотим, чтобы по умолчанию отображались наши странички, да, вот. Ну, пускай будет так. Вот. Или так, пускай будет, ну, пускай так будет. А вот здесь выбираем, как мы хотим, чтобы по умолчанию отображались наши посты или записи. Вот, одиночные. То есть, я выбираю так. То есть, записи – это именно для блога. Если ты ведешь блог, лучше с сайтбаром всегда их отображать. Вот. А далее, если ты свой приоритет не задаешь вот здесь, либо в записях, либо в страницах, то она будет отображаться, как здесь, по умолчанию. Конечно, я много повторялся, но, надеюсь, мне, у меня получилось показать, и, надеюсь, ты поняла. Вот, кстати, видишь, я сделал так, чтобы страничка отображалась колонкой, да, страницей, если у нее не задан приоритет, и она отображается колонкой, и сайтбар пропал. Мне это не нужно, я вернусь сюда, настроить, и опять поменяю, как его, как мне надо отображать эту страничку. Ну, вот, еще что хочу сказать, смотри, я, допустим, над этим сильно не заморачиваюсь, да, я вот выбрал вот этот вариант, потому что мне нравится правый всегда сайтбар, кому-то левый нравится больше, тут дело личное, вот. А потом уже, потом уже, да, потом уже, если я захотел какую-то запись отобразить по-другому, да, или страницу какую-то захотел отобразить по-другому, я вот здесь выбираю, как ее отобразить, либо с правым сайтбаром, либо с левым сайтбаром, либо в полную ширину, либо колонкой без сайтбаров. То есть, либо тут в полную ширину без сайтбаров, либо здесь колонка без сайтбаров. Я выбираю свой приоритет, и именно эта страничка, именно эта, она одна, будет отображаться так, как я выбрал. Вот, ну, надеюсь, у меня получилось тебе помочь. обязательно отпишись если все получилось напиши все в порядке все сделала вот если не то то постарайся скинуть видео так мне будет легче понятие что делать дальше ну а на этом все с тобой был анатолий пока